Добрый день, дорогие друзья! С вами Элина Рэдди. Сегодня гость нашей передачи – революционер ритейла Руслан Коган. Прибыв в Австралию еще ребенком, он сумел сдать экзамены и попасть в одну из самых престижных школ Австралии. Работая консультантом в корпорации, в один момент он решил рискнуть всем и открыл свой бизнес из гаража родителей, который вскоре превратился в онлайн-империю. Руслан попал в список самых богатых жителей Австралии, причем еще когда ему не было 30 лет. Сейчас его сайт kogan.com является одним из самых быстро растущих бизнесов Австралии. Мы сейчас находимся нескольких минут от его офиса. Давайте же поедем и узнаем все его секреты успеха. Руслан, ваше детство прошло в Белоруссии. Какие у вас остались воспоминания? Воспоминания? Ну, я из города Бобруйск в Белоруссии. И все воспоминания очень приятные. Знаешь, я был маленький, я сюда приехал, когда мне было 6 лет. И я помню в Белоруссии, что играли в спорт, бегали, прыгали, лазили по деревьям. В школе был, с папой на рыбалку, у бабушек и у дедушек в огороде. Счастливое детство. Все было прекрасно. А как вы думаете, что заставило ваших родителей покинуть Советский Союз? Они хотели сделать лучшую жизнь для своих детей. У нас был дядя, моего папа, брат, кто уже был в Мельбурне. И он, знаешь, говорил моим родителям, как здесь хорошо. И я думаю, там много вещей. То, что они видели, что фьючер там не очень хороший. Там много антисемитизм, антисемитизм было. И жизнь не так хорошая. Они хотели дать опорчунициям своим детям. Вы можете вспомнить первые впечатления о Австралии? И в каком году вы приехали? Мы приехали в 89-м году. Я даже помню, когда мы выезжали. Ну, пару недель до того, как выезжали из Советского Союза. Там говорили, ой, едем в Австралию. Там будут бананы, там будут ананасы, будет кенгуру и все такое. Я помню, я был такой excited. Я не мог дождаться приехать. И я помню, когда мы сюда приехали, мы жили первые пару недель с моим дядей Ромой. И имели там барбекю. Нас так красиво приняли. И были ананасы, и арбузы. И бананы, и все это. И были такие, я помню, как для меня все с Саней было happy, lively. Так очень, очень нравилось, когда мы это... Я мой первый компьютер видел, моя козыня Аллочка имела компьютер. Я помню, я видел компьютер, думаю, ой, покажи мне, что это такое. Да, да, так был, как, ну, новый мир, discovery. Было очень exciting. Вот будучи эмигрантом, как вам давался новый язык, учеба в школе, и вы должны были влиться в новую культурную среду? Я помню, ну, мне было 6 лет, и меня сразу отправили в школу, и, знаешь, начал очень быстро говорить по-английски. Когда такой маленький, это очень быстро подбираешь. Ну, я был в школе, это, я не знаю, если она сейчас так называется, это Caulfield North Primary School, ну, на Carlisle Street. Ну, я помню, там были еще русские эмигранты, мальчики, и мы вместе собирались. Я сейчас думаю, что это было для родителей. Они должны были оставить все в Советском Союзе. Я думаю, я помню, что там все деньги, то, что они имели, кто-то там ночью один день пришел и им обменял, потому что это не разрешалось. Это illegal. Там все обменял, и 90 долларов они получили за все то, что заработали. Всю жизнь. Всю жизнь, да. И приехали в новую страну с этими 90 долларов, где их образование ничего не значили. И начали работать как могли. И в то же самое время учить английский, и в то же самое время raise детей. Так, знаешь, для них это было намного труднее, чем для меня. Мне было 6 лет. Скажите, как вы начали заниматься бизнесом? Бизнесом началось с очень... Раннего возраста. Разного, да, раннего возраста. Мне было, первый бизнес мне было где-то 9 лет. Мы жили в Элстон-Вике, в Хаузинг-Комишн-Флэт. И там, я помню, когда мы там ходили вокруг Голф-Корса, видели Голф-мячики, которые Голфы были слишком ленивые подбирать. Так я их брал и подбирал эти мячики, приносил домой и мыл. И ложил, ну, вот в эти контейнеры от яиц, которые наполнял их. И ходил, продавал их Гольфером. Говорил, 50 центов за мячик. Сначала меня это... Боялись, я был такой маленький, так моя бабушка Лина со мной бегала. Она говорит, нет, нет, подожди меня. И она со мной там и заборы перелазила, и это... И я разносил небольшой бизнес, но заработал долларов 10-20 каждые каникулы тогда. И да, так было, было бизнесов немало. Но, obviously, сейчас моя passion и самое большое, то, что, you know, было мой labor of love последних 14 лет, это Kogan.com. Вы начали бизнес с очень раннего возраста. А вот как вам удалось, чтобы вас воспринимали серьезно в деловой среде? Да, это не так легко, чтобы серьезно принимали. Знаешь, например, когда я гольф-мячики разносил, это... Ну, они не должны были принимать серьезно, потому что это 50 центов мячик был. Это... Ну, не такие большие деньги, конечно. Ну, я помню даже, например, когда мы... Я с мальчиком делал, с моим другом, Ecom Web Design, где мы делали веб-сайты. Мы были в high school, так мы были в 9-10 классе. И мы писали имейлы и звонили большим компаниям и говорили им, что им надо веб-сайт. И они... Много из них соглашались, и мы делали... Очень много раз через имейлы, через телефоны и деливрали им эти веб-сайты. Это еще когда вы в школе учились? Когда еще в школе учились. В Melbourne High. В Melbourne High, да. И я помню, что, знаешь, были компании, например, мы с ними уже 6 месяцев работаем, а мы... И они хотели митинг с нами. Так мы приходим на митинг. И у них шок такой. Они думают, они с какой-то такой большой компанией делают. А здесь два ребенка приходят на митинг. Я и Гором брали нашего папы костюмы, одевали и шли на митинг. Но thankfully, in the age of the internet, что когда интернет есть, людям меньше волнует, знаешь, сколько тебе лет, или если как тебя серьезно можно принять. И больше их волнует, ну, что ты можешь продюсать, какой ад будет у тебя. Руслан, а кто вам помог, кто-нибудь такой существует, кто помог вам встать на ноги? И еще такой двойной вопрос. Кому вы помогли? Да, так, ну, что значит встать на ноги? Когда я бизнес начинал, я пошел к очень много бизнес-лидерам и сказал им мою идею, и что я хочу делать такое. И, знаешь, люди, кто должны в этом понимать. И много из них надо мной смеялись, потому что говорили, что никто никогда в жизни не будет покупать такие продукты на интернете. Большая часть это спасибо моей маме. Моя мама, даже еще сейчас, она будет знать каждого учителя, то, что я имел, какие я оценки получил в этих субжекте. И она ни разу, как бизи она не была, работала 3-4 работы, учила английский, это то, ни разу не пропустила parent teacher interviews. И она была очень strict мама, кто меня все время толкала вперед и вперед и вперед. Так я помню, один раз я принес тест с математики. Я был хорошо в математике, но, знаешь, я иногда приносил тест, получил 96%, мама не хэппи, 97%, мама не хэппи. Один раз я принес тест домой, думаю, все, наконец-то будет хэппи. Я 100% на этом тесте получил. Даю маме тест и думаю, ну все, наконец-то. Она на него смотрит, знаешь, такая не смотрится очень хэппи. Так я говорю, мама, я лучше, чем 100% сделать не могу. Она мне говорит, можешь. И показывает мне на другой стороне, видишь, здесь ничего не написано. Ты можешь еще написать учительнице все то, что ты знаешь. Знаешь, так нормально. Ирина, а расскажите нам, пожалуйста, как Руслан учился в школе, когда вот он был только вот в первом, во втором классе. Руслан был очень хорошим учеником, с очень стронг академическими знаниями, но поведение иногда его подводило. И всегда у нас по этому поводу были какие-то, я не могу сказать, что конфликты, но он раучение, и поучение он получал каждый день. Но я думаю, что все учителя, даже его самая первая учительница, когда Руслан еще не говорил по-английски, и я пришла на интервью, она меня успокоила, она сказала, миссис Коган, где бы он ни был, он всегда будет, он и топов д класс. И когда я встретила его первую учительницу, уже когда он поступил в Мельбурн-Хай, я случайно ее встретила, я ее не узнала, узнала она меня, потому что кто-то, я почувствовала, что кто-то тэп-тэп о мае шелда, она спросила, миссис Коган, я говорю, да, и она мне сказала, вот по-английски, конечно, вот видите, вы помните, что я вам сказала, я вам сказала, что он будет на топов д класс, и вот он поступил в Мельбурн-Хай. А Мельбурн-Хай, это же одна из самых престижных школ в Австралии и в нее почти невозможно поступить. Вот как ему удалось добиться такого? Ну, Руслан очень мотивейтед пёсен, и стадии, и желания, и push from the parents, потому что очень важно, потому что сейчас все русские родители, наверное, поймут меня и заулыбаются, потому что австралийские дети говорили, что ничего хуже нет, чем иметь русских родителей, потому что они so push. Получал. Потом, я когда actually начал, я работал как management consultant в Accenture, и я хотел купить себе flat screen телевизор, это было new technology, и я все время имел самый latest technology, я даже в школе оперировал маленький бизнес, где я чинил mobile phones, и я все время имел самый новый mobile phone, я импортировал некоторые, и я хотел этот телевизор, и я когда посмотрел цены, которые в больших магазинах, я думаю, ой, у меня хорошая работа, я зарабатываю хорошие деньги, и недостаточно у меня на такой телевизор. Так я начал контактировать в компаниях вокруг мира, которые эти продукты делают, и сразу увидел, что я могу импортировать за одну цену, а магазины продают за другую. Так я решил, ну все, я буду, я оставлю свою работу, и начну этот бизнес, где я это буду делать интернет-шоп, где директор-консюмер, вот эти продукты. Так я пошел к этой работе, сказал маме, мама плакать начала, она мне говорила, ой, у тебя такое образование, у тебя такая работа, а сейчас ты будешь работать как продавчик, продавец, продавец, и она плакала, думала, что я натворил. Ну, я сделал этот бизнес, сделал веб-сайт, построил, сделал пресейл, на первую контейнер денег не было, люди ее выкупили, они райвали, и заработал немножко денег, а потом сделал вторую контейнер, третью контейнер, и, знаешь, бизнес пошел очень-очень хорошо, так, ну, ты спрашивала, если кто ментор, кто меня inspire, я бы сказал, родители это были самые большие менторы, ну, что они меня научили, это hard work, risk taking и dedication, потому что, если подумаешь, что надо делать, чтобы стать иммигрантом, это exactly это, надо брать большой риск, надо очень сильно работать, и никто не знает, benefit будет или не будет, но надо пахать, работать, работать, dedication, work ethic иметь, если подумаешь, что займет, чтобы быть entrepreneur, это то же самое, должен оставить свою работу, взять большой риск, и работать очень сильно. А кому вы помогли? Я пробую помочь, чем побольше людям, чем possible, я вокруг Австралии все время езжу, я говорю на entrepreneur conferences, я думаю, что чем больше людей будут начинать бизнесы, тем лучше. Я пробую их inspire и помочь, и, значит, иногда people имеют, люди имеют идеи, и они имеют, ну, думают, что они что-то хотят сделать, но они просто не берут этот следующий степ, и я их пробую inspire, что, знаешь, с моей историей помочь им объяснить, как бизнес работает, чтобы они взяли и сделали этот next step. Руслан, а как вы думаете, в чем заключается ваше сила, ваше преимущество? Я бы сказал, у меня один большой, это связано с компьютерами и информацион технологии. Так, я с маленького возраста, я помню, я вот вам говорил, ну, когда мы приехали в Австралию, я видел Алла, моя казина имела компьютер, меня это очень заинтересовало. Вдохновило вас очень. И я помню, мой папа, он в то время еще разносил рекламу, но я очень хотел компьютер, и он с мамой мне купили на мое девятое день рождения. Это очень много реклам надо разнести, чтобы в то время еще компьютер и я на это имел ну пасшн, и у меня в этом все получалось очень хорошо. И я потом это делал в университете, в школе, и так у меня очень хорошо получается смотреть на информацию и знать, как ее организовать, чтобы были системы и процессы и аналитика делать ее. Так это что-то, что у меня очень хорошо, и наш бизнес на вот этой философии фендер. У нас калча здесь, что очень много аналитики, что мы анализуем намбер, мы смотрим на саплай чейн, мы думаем, как мы можем лучше и дешевле делать, чтобы когда кастома к нам приходит и покупает у нас что-то, что у нас самые низкие цены. Руслан, что способствовало формированию вашего позитивного настроя и вашего юмора? Я думаю, что в жизни это очень важно, чтобы don't take everything too seriously, что нельзя только серьезно смотреть на вещи, надо знать, как посмеяться, по-joke around, у меня наши близкие друзья, мы все very funny, у меня это кей quality в человеке, я люблю быть с людьми, кто make me love, и которых я могу make love. Я думаю, что... О, алло? Ой, Белочка, как дела? Одну секунду, подожди, одну секундочку. Алло? 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 Ой, Белочка, как дела? О, ну да, все, все, подожди, секунду, у меня звонит на другой леви. Алло? Ой, мама, мама, как дела? Да, 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 я говорю с Беллочкой, мама, я тебе перезвоню, окей? Беллочка? Ну да, ну как дела? Ой, софа, софа, одну секунду. Софочка, ну, Руслан, где ты? А? Ты же сказал, ты будешь в семь часов здесь. Уже шесть тридцать и тебя нету. Бессовестны. Мама весь день не кушала. Саша! Хочешь котлеты? Алло, Лина? Ой, я не знаю, что делать, Линочка. Я не знаю, что делать. Да? Ой, я уже, ой, одну секунду. Ой, я уже светит, двадцать минут не могу дозвониться, я не знаю, что случилось. Я не могу. Ой, ой, я упаду в обморок. Я не знаю, что делать. Двадцать минут она не отвечает. Ну, окей, окей, я звоню в полицию, я звоню в полицию. Алло, полиция? Да? Я хочу сообщить, что человек был в пересечении. Да? Участливый человек был в путь в пересечении. Моя дочь? Да? Я её звоню в 7.20 и говорю, всё будет хорошо. Тогда я звоню в 7.22, не ответа. Я её звоню в 7.24. No answer Call 725 No answer 726, 727, 728 No answer Ой, Светочка Что у меня такое? Что у тебя такое? Все хорошо? Все окей, Светочка Ой, доченька Ой, ой Ой Что ты не отвечала телефон 20 минут? А чего ты не отвечала 20 минут? Ты в душу бьешь? Ты что, телефон в душ не берешь? А расскажите нам, пожалуйста, про видео, которое он вам подарил на день рождения Когда вы первый раз это посмотрели? Какие у вас были эмоции, реакция? Ну, я его увидела первый раз тогда, наверное, когда все мои гости увидели это Это было у меня на партии И я вообще первые пару минут я не могла понять, кто это и что это И кто это меня так копирует И что мне бросилось в глаза больше всего Как Руслан похож на меня Когда он надел парик Ну и что еще сказать, что талантливый человек, талантлив во всем А какие качества вы больше всего цените в людях? Это, знаешь, импортен иметь люди, которые не все время думают то же самое Например, у нас калча в этой компании Те, которые процессуют логик И это у нас очень important value Но потом мы реализуем, как мы growing as a business Что у нас получилось, что все только такие people А надо people, которые немножко больше emotional, чем logical Потому что мы делаем с customers И надо понимать, как customers думают все время И такие вещи Так я бы не сказал, что есть какие-то qualities в людей, которые главнее, чем другие Что надо иметь хороший баланс А расскажите, пожалуйста, про ваши проекты, которые сейчас у вас Или которые намечаются в ближайшем будущем Ну, сейчас у нас еще есть Kogan Mobile, где они могут свой телефон сабскрайбить на Kogan У нас очень incredible prices У нас есть Kogan Super, где они могут свой superannuation Kogan Home Loans Мы вот лончили Kogan Credit Cards пару недель назад Kogan Cars Energy Kogan Energy, что электричество и газ можно Для машины insurance, для дома insurance, для life insurance Так у нас вот все вот эти новые services, verticals И для нас это очень exciting as a business Потому что наш план, что все то, что people хотят, которое mass market Мы хотим найти, как в этой industry сделать дешевле Какое самое уникальное событие произошло в вашей жизни? Я их имел много Один из них, я очень люблю помидоры И я был в Испании на фестивал, называется La Tomatena Это где они приносят контейнеры помидоров и друг в друга их там все кидают И значит, for no reason Я там спрашиваю, а уж какое history вот этого? Нет, они делают это уже где-то 200 лет и не знают почему Так это был один уникальный experience Руслан, вы еще слишком молодой для такого вопроса, но я все равно осмелюсь задать его Каким бы вы хотели, чтобы вас запомнили? Каким, чтобы меня запомнили? Ну, бы хотелось, чтобы меня запомнили как хороший брат, хороший сын и хороший муж Вот это самые главные вещи Бизнес это как, знаешь, спорт on the side Иногда в бизнесе можешь потерять aim и думать, что это все самое главное Что это, это не самое главное Это important and I love it И, знаешь, занимает это много моего времени Когда я awake, chances are, я думаю про бизнес Но это как, это, это challenge on the side Все другие things, как семья, это намного важнее Вот это как бы хотелось, чтобы меня запомнили Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!